Знаете, я считаю, что коррупция вообще, а в нашей стране в частности, вообще коррупция есть везде. Везде. Хочу вас заверить. Вопрос в уровне этой коррупции. Не скрою, что у нас особенно бытовая коррупция носит запредельный характер. И, по сути дела, представляет угрозу для общества в целом. Поэтому будем с ней бороться с не меньшим упорством, чем с инфляцией в экономике. Будем ее добивать. Настолько, насколько это возможно. Но знаете, Путин против коррупции и бюрократизации все равно, что алкоголик против водки. А иногда зашиваются. Он не зашьется. Он не зашьется. Он же считает, что он ошибок не делал. У него шероховаться тянет. Никуда он не зашьется. Для меня совершенно очевидно, что он не будет ни с коррупцией бороться, поскольку его режим держится на коррупции. Он не будет с бюрократами бороться, поскольку бюрократия – это основа путинизма. Он не даст никакой экономической свободы людям, потому что боится, когда у людей появляются деньги, и эти деньги он не контролирует. Путин сознательно не ратифицирует 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции. Это статья о конфискации имущества чиновников, которые нажили миллиарды и миллионы преступным путем. Путин – это сознательно. Он все ратифицировал, кроме этой статьи. То есть он на самом деле сам источник коррупции. Весь его клан, кооператив «Озеро», близкие из мэрии, чекисты и так далее – они сейчас богатейшие люди России. Я тут написал вместе с товарищами доклад «Путин – коррупция» и «Путин – коррупция-2». Мы оцениваем состояние клана Путина в 140 миллиардов долларов. Путин – один из самых богатых людей в нашей стране. Если человек коррумпирован сам, то как он может бороться с коррупцией? Рыба гниет с головой. Поэтому если вы хотите победить в России коррупцию, надо победить Путина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!